МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире столетие независимости Западной Армении и историческая правда. Заявление из Джамахка. Армен Саркисян примет участие в 50-м ежегодном заседании Даосского форума. Участники берлинского саммита сделали совместное заявление по ливийскому вопросу ситуации в Сирии. Артур Алексанян победил азербайджанцев в финале и выбрал золото. Предупреждение. Мы сообщаем вам, что эта статья напомнит, что Османская империя признала 19 января 1920 года независимость Западной Армении, все ее находящиеся на ее территории после создания армянского юнионского правительства. 15 мая 1919 года она была признана Верховным Советом Союзных и ассоциированных держав в рамках мирной конференции под председательством Богоса Нубара Паши. Напомним, что на сегодняшний день, несмотря на подписанные правительством Еревана и Турции договоры в Батуми 4 июня 1918 года и Александрополе 2 декабря 1920 года, которые не могли оказать влияние на сербский договор, поскольку правительство Еревана не имеет прямого отношения к сербскому договору. Западная Армения и ее правительство никогда не отказывались ни от прав Западной Армении, ни как государство, которое оккупировано по сей день Турцией или даже как коренная нация. Следует также отметить, что 15 мая 1919 года армянская национальная конференция состояла из делегаций представляющих армян Османской Турции, а также беженцев из стран Кавказа, Персии, Месопотамии, Сирии, Египта, Европы и США. В течение недели они проводили собрание на проспекте Монти-3 в Париже. Эта конференция, созданная армянской национальной делегацией, совершила свою работу после того, как по общему согласию составлена программа претензий армян, оценивается ущерб, нанесенный армянам, и создается комиссия для разработки политического устава будущего армянского государства. В состав новой национальной делегации избранной конференции входит его превосходительство по голосу Нубар Паша, профессор Дер Акупян, доктор Невруз, Пастер Маджан и Чобанян Текиян. Они будут работать совместно с делегацией Армянской Республики в составе Агаруняна, Аганджаняна, Бабаджаняна и вместе с последней сформируют делегацию Единой Армении, девизом которой будет «Единая Армения, свободная и независимая в своих исторических пределах». Армянская национальная конференция завершилась следующей декларацией. «Во имя справедливости, во имя нашего светского закона, во имя непредалимых устремлений двух армянских общин России и Турции, во имя неизбежной исторической необходимости, которая рано или поздно должна восторжествовать, мы требуем абсолютного и окончательного воссоединения этих двух слоев одной и той же нации. Таким образом, на основании формирования правительства единства деятельность армянской национальной делегации была закрыта во главе с его святейшеством Покосом Нубаром, первым президентом, избранным армянской национальной конференцией. В то же время киликийская репатриация армян продолжалась во всех направлениях. В ноябре 1919 года армяне из Алеппо и ДРС Зора поспешили обратно в Киликию. Реконструкция государственных учреждений, а также гражданского жилья шла полным ходом. К концу года 120 тысяч армян вернулись в свои дома. Киликия восстала из пепла, но в то же время готовились массовые убийства в Мараше и оставление киликии Франции. Резолюции, принятые армянской национальной конференцией 15 мая 1919 года, привели к фактическому признанию независимости армянского государства Высшим Союзным Советом 19 января того же года при вышеупомянутом правительстве. Сегодня официальный день независимости Западной Армении выражается следующим образом. После официального представления меморандума на мирной конференции, состоявшей в Версале 26 февраля 1919 года, начиная с 1920 года, основные союзные державы признали правительство Армении де-факто правительством. 27 января 1920 года генеральный секретарь мирной конференции сообщил президенту национальной делегации Армении, что 19 января 1920 года Верховный Совет на своей сессии принял следующие два решения. То, что правительство армянского государства де-факто признано Верховным Советом. Это признание не предопределяет вопрос о возможных границах этого государства. Генеральный секретариат добавил, что посол США сообщил ему 26 января, что правительство США поддержало его решение. Помимо этого, 28 января 1920 года главный секретариат оповестил управляющего армянской делегации о том, что управляющие правительством Франции, Великобритании и Италии приняли подобное решение. В другом сообщении от 7 марта 1922 армянскую сторону оповещают о заявлении посла Японии о том, что правительство Японии присоединилось к такому подходу, благодаря которому Великобритания, Франция и Италия признают правительство Армянской Республики де-факто. Но главные союзные державы, похоже, не смогли добиться этого фактического признания существования армянского государства, истощенного войной и массовыми убийствами всего армянского народа и все обязанности, которые, по-видимому, были возложены на них в соответствии со статьей 22-й пакта Лиги Наций, касающийся международных мандатов. Армяне Джавахка живут с общеармянскими интересами и проблемами и стремятся сохранить свою национальную идентичность. Общественный сектор региона партия БИРК, НПО Джавахка, НПО Народное движение Джавахка и Союз интеллектуалов обсудили на совместном заседании вопрос о признании независимости Армении 19 января 1920 года союзными державами. Вышеупомянутые организации заявляют, что они признают важность этого великого исторического события, особенно после событий 5 апреля 1919 года, когда наш соотечественник Вартан Шахпорунян представил проблемы региона на Парижском саммите мира. Партия ВИРК, НПО Джавахк, НПО Народное движение Джавахка, Союз интеллектуалов, 19.01.2020 год. В республике Армения Армен Саркисян с рабочим визитом выехал в Швейцарскую конфедерацию. Как сообщили Армен Пресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении по приглашению основателей и президента Всемирного экономического форума Клауса Шваба, президент Саркисян примет участие в 50-й ежегодной встрече Давосского форума. Всемирный экономический форум, который состоится с 20 по 24 января в Швейцарском Давосе, пройдет под девизом «Заинтересованные стороны во имя сплочения и стабильности мира». Около 700 докладчиков и более 3000 участников из разных стран обсудят вопросы, касающиеся экономики, технологии, экологии и также промышленности. Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе и в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи. Об этом говорится в принятом в воскресенье итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине, сообщает ТАСС. Участники конференции также призвали осуществить способствующую укреплению доверия меры, такие как обмен пленными. Участники международной конференции по Ливии в Берлине призвали Совет Безопасности ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране. Они приветствовали снижение насилия в стране после инициативы о перемирии от 12 января и призвали усилить меры по прекращению огня. В течение дня на востоке провинции Идлиб шли ожесточенные бои между террористами Хаят-Тахрир-Ашамы и правительственными войсками. Оппозиционный источник утверждает, что террористам удалось вытеснить правительственные силы из населенного пункта Тель-Масьяв. Источник твиттер сообщает, что сегодняшние атаки на позиции сирийской арабской армии на востоке Идлиба к северу от города Маорет-Ан-Нума приняли участие более 200 боевиков, передвигающихся на техничках с пулеметами. Боевики понесли серьезные потери в живой силе и технике. Наиболее ожесточенные столкновения развернулись в районе населенного пункта Абу-Дафна. Между тем террористы и турецкие военные блокируют выход беженцев с территории Идлиба. Главари боевиков получили указание открывать огонь на поражение во всем мирным жителям, которые пытаются выйти на территорию подконтрольную сирийской арабской армии. Боевики продолжают использовать мирное население в качестве живого счета. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы Артур Алексанян 97 килограмм завевал золотую медаль на проходящем в Ницце турнире серии Гран-при Анри Дегла, победив в финале азербайджанца Орхана Нуриева со счетом 3-1. Артур Алексанян в 1-16 финала победил Валериана Мурванидзе из Грузии со счетом 10-1. В четвертьфинале он оказался сильнее представителя Гондураса Кевина Меджи со счетом 8-0. В полуфинале Алексанян победил Александра Горбовика из Белоруссии со счетом 2-1. Западная Армения поздравляет армянского спортсмена и желает ему новых побед. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию со сладостью. Попробуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Другая версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!